И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвен, и мы продолжаем проходить Final Fantasy 4 Day After Years. И в общем-то, мы находимся с вами в подземном царстве. Не спрашивайте, почему я снаружи? Нет, я не качалась, к сожалению, я пыталась это сделать, но мне это не дали сделать, потому что здесь почему-то на меня сейчас никто не нападает снаружи. Это меня печалит, конечно. Почему, когда я хочу подраться, мне не дает этого сделать, а когда я не хочу вступать в бои, на меня постоянно нападают? Ну да ладно. Ба, ну это же Сид! Сколько лет, сколько зим, государь, живот! Как ваше здоровье? Лучше не бывает Ридия, а эти двое кто? Мы рады вас снова приветствовать, я паром из Мессидии. А я палом. Да вас не узнать, совсем взрослые стали. Воистину. Ридия пришла, правда? Такая, да? Принцесса гномов Лука. Подросла. Не сменила цвет кожи. Лука. Палом, паром, мастер Сид. Я так рад тебя видеть. Приветик. Пока я тут не был, ты тоже стала настоящей щеголихой. Вот-вот, мне не нравится наряжаться по гноме Моди. Кто же вы направляетесь всей компанией? Ридия любезно согласилась показать нам Феймарк. Одно из испытаний, чтобы мне стать мудрецом. Вот оно что. Ну, спасибо, что заглянули к нам по дороге. Вообще, появляйтесь почаще. Все мы, гномы, любим вас как родных. То есть мы поняли, да? Я, конечно, с цветом кожи пошутила. Мы цвет кожи у гномов не знаем какой. Но, по всей видимости, судя по луке, они у нас немножечко темнокожие, ребята. Это, ну, это логично, наверное, в какой-то степени. Хотя, если... Короче, такие местные дроу. Я не знаю, просто даже как-то объяснить. Ну ладно, пускай будет как есть. Эм, да. Думаю, нам пора. Что, так быстро? Палома-то невежливо. Мы же только поздороваться заскочили. Лука, еще увидимся. Возьмите меня с собой. Тебя? Ну, папа, можно? Я хочу полетать на корабль Сида. Лука, ты будешь всем мешать? Сразу видно, гномью принцессу. Не зря я тебе корабль заинтересовал. Ну, можно? Хорошо, но только до прохода Эйдолонов. Ура! Повезло тебе, Лука. У нее вообще все разговоры только о вас. Особенно часто вспоминает Пал... Палома, короче. Понятно все. Прекрати шуметь ее минуту. Думаешь, гостям приятно слушать твои вопли? Паломочка втюрилась, короче, девчонка. Как у нее аватарки? Никак, непонятно. Так, а... Спасибо, что берете с собой Луку. Пожалуйста. Видимо, она как Сид будет, как бы, внешним таким персонажем. В боях участвовать не будет. Ладно, выходим. А сейчас я нибудь выйду, и на меня начнут нападать, да? Вот, смешно будет. Вот, не дай бог. Ну, взлету готовы? Да. Что нам делать-то еще? Надо было, наверное, все-таки проверить. Хватайтесь крепче, сокол взлетает. Интересно, кстати, сколько этой самой Луки лет? Я что-то как-то не посмотрела. Надо будет к следующей серии вычитать эту информацию. Ну, или, если я забуду, напишите в комментариях, кто пойдет в Вики, кто не забудет. Как поживаешь? Ну, неплохо. Напоминаю, палома 22. А почему засмущался? Кто я? Ничего подобного. Ты собираешься стать мадрецом, да? Сейчас будет проход Эдилонов. Готовимся к посадке. Лука, поможешь мне? Хорошо. Я думаю, палома будет другая пассия. Не будем пока забегать вперед, но Луки, по-моему, не судьба. Сит и Лука, извините, но мы попросили... Но вас мы попросим остаться здесь. А почему? Палома и парома можно, а нам нельзя? У нас испытания, а не просто так. Но это еще не все. Да? Ладно, подождем. Я как раз хочу кое-что подкрутить в Соколе. А то мне не нравится, как себя ведет двигатель. Ладно. Ну, не скучайте без нас. Скоро увидимся. Ага, удачи! Успехов тебе, палом. Уж постараюсь. Если, кстати, кого-то смущает, по какому фигу Ридия выглядит... Ну, как выглядит... Ей 24, а палома и парома 22. Вы не смотрели Final Fantasy 4. Надо сохраниться, кстати. Что-то я понеслась так. Так... Так... О боже! Здесь, кстати, смотрите, все не ядовитое... А... Залепленное. То ли это паутина, то ли это что? Похоже на паутина, да? Мне это не нравится. Если честно. Все, больше ничего тут нет? Мне почему-то кажется, что здесь пауки будут. Ну, пока что их нет, но ладно. Давай ш... Ау! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Домб! Судяяя Ридия вообще убивает Странно анимация, конечно, у него Берсерк? Отлично! Берсерк, которым я никогда не буду пользоваться Хотя, возможно, придется В какой-то веке-то пора начать уже. Где мои пауки? Я прям чувствую, что они тут должны быть. Эу. Кстати. Эу. Давайте жахнем чем-нибудь. Дракончиком, например. Ну так хотя посмотреть, как тут. Ааа. Твари. Подстава. О, боже, не пугай меня. Убили паромку. Паромку. Негорожие люди. У нас есть хоть перо феникса-то? Одно! Одно перо. Одно перо. Надо как-то поаккуратнее быть, что ли. Так. Да, вот проблема в том, что у Риди тоже черная магия. Ой, ой, ой. Азад. Ян-то, конечно, печально. Надо очень аккуратно здесь ложкаться. Хорошо, ладно. Перо феникса дайте. Пожалуйста. Мне он очень пригодится. Потому что если у меня кто-нибудь у тебя кочурится. Точнее, не кто-нибудь, а палом. Ой, паром. То... Эу. Это для меня плохо закончится. Кстати, а мне кажется, или она... Паром научилась молиться? Раньше это Роза только делала. То есть, паромка такая... Замена ей Розе стала своеобразной. То есть, у нее такие же функции. Она может и белую магию, и молиться. И при этом может стрелять из лука. Я, короче, сейчас туплю. Мне надо их гасить. Просто тупо магией. А я их тут бью. Что-то строю себе. Не, короче, тупо магией бить их. И все, не заморачивайся. Риди меня убивает, конечно. Ее анимация. Ой. Пускай будет. Лучше перебдить, чем недобдить. Видите то, что вижу я? Как туда попасть? Что за подстава? А-а-а! Нельзя так. Чш-т. Как-то попасть надо наверх. Как-то сделать? На платье. А, не плачьте над пролитой кровью. Это, по-моему, мы скольких-то там убили, а теперь... Вот. Так, подождем. Здесь где-то обязан быть проход. Проход. Не надо меня бить. А-а-а! Боже мой! Так, подожди. Ладно, хватает. Я просто боюсь каждый раз, что мне грохнут. Это очень печально. Потому что если Ридию я еще воскресить могу, то вот если пароми... Да, паромище мое убьют, то будет очень грустно все. Так, где-то слева обязан быть проход. Как пройти туда? Чёрт. Убивайте меня. Отлично. О, хорошо. Так, давай. Нет! Не надо так. Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Истерика. Да. Давай с Тужиусом. Какое расточительство. Может, лучше так, чем нас убьют Без Перафеникса-то Хотя, конечно, можно психонуть, вернуться И потом просто Просто найти денежки Купить всякого разного Как попасть туда? Мне почему-то казалось, что Вот там, где паутина была, можно пройти Потому что здесь как-то так палевно Находится Но что-то как-то нет Да ёшкин свет Там, наверняка, что-нибудь путное будет Я вот просто ввангую Да хватит Так, плохо, 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 плохо Только не по ломку Ой, не по ромку Ага, хрен, я вернусь Там же Там же меня не пустят, наверное Пока что все очень как бы линейно В этом плане, все эти истории Может быть, меня просто тупо не пустят Где-то обратно Чтоб я купила зелий Не зря же меня спрашивают Каждый раз Вы хотите отправиться? Ти-ри-ри-ри-ри Знаете чё? Давайте вот так вот сделаем Сейчас На всякий случай Где проход мой? Направо Может, не тут где-нибудь? Он же должен быть где-то. Где-нибудь тут? Нет. Ой, ёшки. Что вы меня пугаете-то так? Мы здесь сдохнем. Когда-нибудь, точно. Да что ты делаешь-то, ну? Ладно. Сойдет для сельской местности. Нет, чувствую, я не найду этот проход. Либо как-нибудь потом. Может быть, нам дадут сюда возможность вернуться. Телепорт. Ой, телепортик есть. Отлично. Если что. Если чего, я свалю. Так. Паром. Я тебя пока не буду лечить. Не, я хочу налево. Туда. Может, тут где-то проход, и я его не вижу. Как туда попасть? А если он был вот в этой? Ой. Там. Слева где-нибудь. Ну, чтоб тебе. Так, нет. Спасибо, ребята. До свидания. Че-то мне надоело. Вот, мне кажется, там вот. Там сто пудово что-нибудь будет. Там не видно стенки. Бегите! Бегите, Форесты. Отлично. Сейчас, я не хочу. Мне надоело. Вот тут, вот тут, вот тут, где-нибудь. Вот, ааа, да! Я же чувствовал. Я же смотрю, там стенки не видно, значит, да. Значит, оно. Эфир. Ладно. Ради эфира стоило. Эфир тут не очень частый предмет. Его хрен купишь? То есть, его вообще по мне купишь? Либо он стоит по две тысячи каждый бутылек. Да, чтоб у всех... А, со спины еще напали. Ира, ты! Слушайте, а у меня почему-то такое ощущение, что у меня не все на одном ряду стоят. Я забыла посмотреть, когда мне первый раз это пришло в голову. Так, нет. Риди, давай, пожалуйста, быстрей. Так, сейчас надо проверить ряд. Они, конечно, должны автоматом все быть на этом самом, на заднем ряду. Но вдруг, да, вроде на заднем. Да. А че ж их так бьют-то? А, ну потому что атака физическая возросла. Понятно. Печаль. Так, ладно, пора валить. Эфир взяли, все, валим. Мы не дойдем до феймарка? Вообще никогда. Как-то обычно у нас бывает. Не нападайте на меня, дайте, дайте. Дайди, дайте. Не, вот эти опасные. Мне надо качаться. Не дают. Почему мне не дали снаружи покачаться? Это жестоко. Это прям вообще жестоко. Неспробедливо. Так, ладно. Меня не любят в этой игре. Господи. Ежики. Не нравятся мне эти ежики. Кто сейчас будет бить? Ну, естественно. Так, может быть... Я не знаю, чем убить, поэтому... Неу. Да хватит меня бить, да ешкин свет. Я пошла мимо, чего вы на меня напали? Я же вас не трогала. Ууу, не очень как-то. Ежики же боятся холода, правда? Видимо, не очень. Короче, надо жахнуть каким-нибудь стукжуусом, чтобы вообще... Чтобы сразу, короче... Может, конечно, бахамуты вызвать, но у меня у Ридии, конечно, магии очень мало осталось. Это печаль от меня. Так, короче, ребята, вы мне надоели. Типа, страх он огоняет. Прикольно. Ой, они еще и не умерли после этого всего, ты прикинь. Нифига. Ой-ой-ой. Так, ребят, по-моему, пора лечиться. Не умер, не умер. Там чуть-чуть совсем, по-моему, да-да-да. Семь здоровья. Смотрим, раз подряд. О, они еще даже не умерли. Офигеть. Почему они такие жирные-то? О, кошмар. Две тысячи опыта, пожалуйста, после этого. Ироды. Ироды просто. О, черная магия возрастает, да? Нет. Белая магия ухудшится. Я постоянно забываю. Я их путаю. У тебя статусы. Ой, фазы. Так, спевай. Не надо. Ой, нет, нет, нет. Только не вы, нет. У меня на вас мана уже нету. О! Сволочь. Бежим нафиг. Не хочу. Я вообще до них... Не дойду тогда. До этих... Ох ты, блин. До этих хейдаланов не дойду просто. Так. Селесила, хорошо. Так, давай. Да, конечно, собрали... Точнее, собрали прокачаться там. Причем мы сюда отправились. Было бы, конечно, попроще жить. Подстава. Но, с другой стороны, это же испытание. Так что... Как бы, с другой стороны, логично. Что все так... Да хватит бить меня! Я, кстати, не могу понять, что там у Палома на башке такое. Смотрите, что это? Это явно не заколка. Это что-то вообще непонятное. Какая-то антенна, знаете. Или, знаете... Если бы было все в футуристическом мире, я подумала, что это наушник, знаете, от телефона. Только он наглого нацепленный. Что-то какое-то... Что-то непонятное. Ой, нет, 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 нет. Не хочу тратить на вас, ману свою. Ее и так уж нет. До свидания я пошла. Зондук, зондук я видела. Ой, не дай бог там монстра. Я вот в ангу будет. Нет. Повезло. Так, нету здесь секреток никаких. Нехорошие люди. Так, я предлагаю сперва свалить сюда. Так, 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 так. Так, 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 так. Палаточка. Мне нужно, чтобы луна поменялась. Хочу, чтобы черная магия имела больший. Вот, по-моему, сейчас она и будет. Да? Нет, белая. Черт. Сохранится, что ли? Кажется, это было бы логично. Нет, там сколько уже играем, простите? Нормально. Ой, нет, слушайте, надоели. Хотя ладно. Нееет! Хотя, на призыв-то не распространяется. Знаете, Уодина вызовем, посмотрим, как он тут выглядит хоть заодно. Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, подстава, какого хрена-то, ну. Это же не Гильгомеш, чтобы... Пошли вон. Не, после этого я вас убью. После этого я вас точнее куплю. Боже, а что если? Напугать их кого-нибудь? Постала с Одином, конечно. Ну ладно. Не надо по лицу. До свидания. Она еще не умерла после этого, ты посмотри. Полом, давай, что-то зависит. Ой, господи. Ну ладно, левел. Так, что там у нас? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно. Ироды просто. Сколько там еще уровней-то? Четыре было на моей памяти. Жизнь. Кстати, ну, право можно пройти. Каким-то образом. Явно не тут. Надо смотреть стенку сразу, чтобы потом не бегать 10 тысяч. Минут не искать. Ой, господи. Чего не пугает так меня? Сейчас я вас дам по заслугам вам вселен. Но, может быть, и нет, не знаю, как получится. Давай, давай, котейку одну осталось зашатать. Полом, ты сможешь. Не, нормально. Чего? Еще налево можно пройти, господи. Вот я вижу даже где. А-а-а, скоты! За что? Валим. Негодяя, они долгие. Надоело мне играть в эту игру. Нет, конечно. Но байкаш меня подбешивают. Лужная мишень. ну еще на левом уже куда отправить хочу надо а это я бы небось вернусь туда да вашу машину идите в задницу эти вас убью у нас мучает тоже просто на черт они все только не полом а я только не паром точнее потому что если паром то все это звездец у нас же нет феникса только не паром не паром не паром не а это не было слава богу фу я уж испугалась гори гори ясно ненавижу дорогу на феймарк просто ненавижу что тогда что сейчас тогда правда это было обусловлено тем что здесь везде яд был и мы не могли шага ступить не поранившись постоянно приходилось каста а черт постоянно приходилось кастовать полет на себя и так и же осложняла жизнь а тут просто куча куча врагов они меня уже бесит давайте посмотрим что там все таки было ну да это туда проход а почему я не могла как-то вот хитрожопа как а как я не заметила но это же я господи ладно лишний раз пробежались вроде ли попытство что не сделаешь афки валю я валю отвалительный бегите глупцы ладно интересно сработает отравитесь отравитесь все умрите просто от яда супер сработало чем когда надо она не срабатывает эта молитва когда не надо срабатывает без проблем закон мерфи ты здесь меня троллишь тадачь 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 надо бы магию экономить стадо но нахрен это надо давайте будем расточительствовать у нас же страха нет вообще огонь тащит как всегда нет ни хрена нет молитва Че-то у меня опять плющит, ну ладно. Хотя когда меня не плющит, господи. Вы все умрете вот прям сейчас. Я надеюсь, мол, у меня сейчас еще раз сработает, это было бы неплохо. Не хочу ману тратить в нынешний раз на лечение. До свидания. Аллилуйя. И опыта дали столько, что прям плакать охота. О, нет. Бахамут, что ли, призвать. Если я успею, конечно. Эфрита ШИВОН! Кстати, заодно посмотрим, как она тут нарисована. Я же забыла, у меня же есть группирование. О боже. ШИВО, как всегда, тащит. Не знаю, как ни красиво, все-таки моя любимая ШИВО в Final Fantasy VIII. Мне ее там внешний вид очень нравится. Он там прям, прям вообще. В других частях как-то не так. Еще в десятой ничего, но она там какая-то такая, ну, ничего особенного. А вот в восьмой мне прям нравится-нравился. Я помню, когда сам я первый раз играла в Final Fantasy VIII, я прям влюбилась в ШИВО. Ой, не то дело. То есть в ее дизайн. Это был мой любимый. Эйдолон. Точнее, страж, страж. В Final Fantasy VIII. Дайте мне награду за такой пробег, я хочу. Я хочу, 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 сундук. Ту-ду-ду-ду. И больше нет ничего, чтоб сделать. Большой бум-бада-бум-бум-бум. Неудобно у парома, ой, палома расположена. Ой, господи. Паромчик, только не умирай. О, не, только не взрась, не взрась, не взрась, не взрась. Да, конечно, расточительство, ну ладно. Пара лечиться. Ой. Ту-ту-ту. Заграется. Ту-ту-ту. Сундук хочу. Нету сундука. Товари. Сухой эфир. Я каждый раз забываю посмотреть, что такое сухой эфир. А, нет. Не забываю. Просто это жирный эфир, все понятно. Давай, кормачу. Опять вы? У меня магии уже нет, вы понимаете это, нет? Ни хрена. Ладно, бей так. Нет, здесь мне хватит. Ау. Хватит бить меня. Главное, чтобы на всех хватило и как-нибудь они так умерли. Хотя бы, если останется бомба, то чтоб одна была. О, хорошо, вообще нет. Мне бы надо бы риди и дать эфирчик, но что-то я не хочу тратить мне эфир. Когда это не обязательно. Ну как, это, конечно, уже очень даже обязательно. Но вдруг там впереди место для палаточки выйдет. А я сейчас профукаю целый эфир. Как ни странно, палатка менее цена, чем эфир. Потому что эфир... Как хрен найдешь? Что происходит? Что это? А, я чувствую. Ты видел оно близко? Что такое? Что случилось? Ваш урок закончен. Ты что, можешь почти на месте? В чем дело, риди? Эйдоланы не любят, чтобы в их мире появлялись люди. Кроме того, начиная с этого места, время идет неравномерно. Как-то. Если слишком долго пробыть в Феймарке, можно сильно отстать от мира людей или наоборот его обогнать. Не боитесь? Я не боюсь. Полом. Если мы только на минуту заглянем, время не успеет уйти далеко, верно? Не знаю. Подождите меня здесь. Я хочу с тобой. Нет. Я скоро вернусь. Обещайте, что не пойдете за мной следом. Да, у нее нет маны, и вдруг она там придет, там уже были вражины, и она будет одна, но ни хрена я не обещаю. Ну, пожалуйста, зря тащились в такую даль. Тем более, это не по-паломовски. Нет, палом, дай мне честное слово. Нет, не дам. Черт. Ладно. Хорошо, мы останемся тут. Конечно, останемся. Но я пошла. Вот, спасибо. Так бы сразу и сказала, что бросит на пол дороги. Палом. Как по-твоему, почему Ридия вообще нас сюда взяла? Да потому что... Хотя, действительно, почему? Может быть, хотела испытать нашу силу воли? Я не знаю. Ой, мама. Ридия! Что-то она расстроенная. Простите, что так долго. Какое долго? Ты мигом вернулась. Ридия. Ничего, все хорошо. А как же... Палом. Прошу прощения. Ну, идемте обратно. Сит и Лука уже заждались. Ничего не сказала такая. Видимо, там что-то было совсем все плохо. И мы это познаем... Непосредственно... В... В... В ее сценарии, да? Скорее всего. Я не знаю, если я сюда наступлю, мне совсем плохо будет. Палом. Ну, ладно, так и быть. Не дают мне ничего сделать. И сейчас мне предлагают... Вернуться. Ну, мы сделаем это проще. Хватит с меня. Все. Я гений. Вот, мы здесь сохранимся и остановим серию. Мне кажется, она уже и так затягивается. Вот, надеюсь, что вам понравилось. Конечно, мы долго шли. Но, по крайней мере, поняли, что что-то там... Далеко. В феймарке не очень все радужно. Ну, тем более все... Логично. Потому что мы видели, нас оттуда выгнали какое-то время назад. И, по-моему, феймарк был захвачен. Я не знаю, даже боюсь предположить, в каком именно моменте жизни феймарка Риди только что побывало. То есть, когда там все захвачено, возможно, она там вместе со своим левиафаном и с королевой Азурой, как бы это странно для моровиндовцев не звучало, сражалась с той зеленоволосой бабой, либо еще с кем-то. Ну, что-то там наверняка было непросто, потому что там, в феймарке, явно дело затянулось, судя по словам Риди. В любом случае, мы это рано или поздно узнаем, но не сегодня. Вот, надеюсь, тем не менее, что сегодняшняя серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Вступайте обязательно в группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех изменений, нововведений и так далее и тому подобного. Вот. И всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока-пока.